Совещание в Омске в рамках рабочей поездки президента по Сибири было посвящено широкому кругу социально-экономических вопросов. Также Владимир Путин встретился с жителями, пообщался с губернатором. А до этого у главы государства была насыщенная программа в Новосибирске. Там проходил международный форум Технопром-2018. Говорили о высоких технологиях, поддержке науки. Президент отметил, что Россия должна и способна совершить научно-технический прорыв. Обо всем по порядку. Александра Черепнина. Новейшие разработки из разных областей. В деле, к примеру, робот-агроном сам сажает, сам поливает. Сейчас, к слову, вскапывает лунки. Теплицы с таким оборудованием – это ближайшее будущее сельхозиндустрии. А вот то, без чего уже трудно представить работу крупных логистических компаний. Робот-погрузчик ориентируется на складе по QR-меткам товаров и может за час собрать 400 заказов. Человек для сравнения за то же время успел бы в пять раз меньше. Прорывные идеи задают импульс развитию отдельных производств, а значит, экономики в целом. Об этом говорил президент, открывая пленарное заседание форума. По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения, зависит жизнеспособность целых народов, целых общества государств, позиций стран в мире, особенно таких крупных государств, как наша, как Россия. Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей. Владимир Путин привел данные. За последние 17 лет финансирование российской науки увеличилось почти в 4 раза. Он подчеркнул, чтобы наша страна была среди лидеров технологического развития, важно развивать проекты класса «Мега-сайенс», научные комплексы, оборудованные для самых разных исследований. В наших планах создать сеть из таких установок. От подмосковного противна до новосибирского академического городка и острова Русский в Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России в появлении территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Одним из флагманов здесь должен стать и новосибирский академий городок. Но, собственно говоря, он является таким флагманом, но будем всячески поддерживать это его качество. О развитии науки речь шла и на встрече Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Вы уже работаете в 9 месяц с октября. Как вы оцениваете результаты работы за это время и какие основные цели вы видите на ближайшую перспективу? Все наши усилия сегодня направлены на формирование проектов будущего развития. Это и Новосибирский научный центр Академии городок 2.0, это разработка новой стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Следующий крупный проект, над которым трудится весь город и весь регион, это подготовка к чемпионату мира по хоккею среди молодежных команд в 2023 году. Чемпионат мира нужно проводить, причем на высоком уровне комплекта. Мы умеем делать во многих регионах России. Мы это уже продемонстрировали, сами себе доказали, всему миру. Хочу пожелать вам успехов в реализации всех тех планов, которые вы перед собой ставите в развитии Новосибирска и Новосибирской области. Позже президент посетил школу номер 2 города Аби, которая с началом учебного года справляет новоселье. В новом просторном здании появился бассейн, тренажерный и хореографические залы, стоматологический кабинет. Учиться здесь теперь будут только в первую смену. Стремиться будем к тому, чтобы не только здесь, но и в целом в области, в Новосибирске, в Сибири, в России искоренить две, где-то есть даже три смены. За два года предыдущие мы на эти цели, на строительство новой школы, направили 53 с лишним миллиарда рублей. А в ближайшие два года 75 с половиной миллиардов рублей. Так что этот процесс будем продолжать так же, как делали по детским садам. У входа в школу президента ждали местные жители. Опь, город маленький и новый учебный корпус для горожан теперь достопримечательность. Глава государства рассказал о планах построить рядом еще и детский спорткомплекс. Общение с жителями Сибири Владимир Путин продолжил в Омске, куда прилетел из Новосибирска. Президент прогулялся по историческому центру города, где недавно завершилась реконструкция. Мы замечаем позитивные изменения в последнее время, которые проходят в Омске. И вот у нас сейчас как бы имеется проблема, а это проблема рабочих мест. Нужно не просто обыкопировать, а нужно уже все сделать. Должно быть современным и интересным. Посмотрим, какие программы нужно с губернатором подумать. Нашему городу побольше бы спортивных площадок во дворах. Мы ведь хорошую программу сделали по 25 миллиардов с федеральным бюджетом. Мы выделяем как раз на внутридворовую пространство. И Омск тоже получает. Сколько вы получили? Мы получили в прошлом году 504 миллионов. Это на благоустройстве? Около 100 спортивных площадок издали. Вы, наверное, лучше знали. Да. Программа идет. Ну, естественно, миллионник. Больше, чем миллиона у вас. Конечно, мало. Но программу вы продолжите. Ну и хотели пожелать, думаю, вам здоровья. Стойкости в вашей очень трудной работе. У нас у каждого трудная работа. Каждый в своем месте делает ее достойно. Затем президент провел совещание с членами правительства. Обсуждались социально-экономические вопросы о развитии Омской области. Речь шла на встрече Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бурковым. Вижу, что ситуация развивается в позитивном ключе, достаточно энергично. У нас есть возможность поговорить по направлениям отдельно и поподробно. Мы за счет своих собственных средств повысили на 4% работникам бюджетной сферы, которые не попали под майские указы. И сейчас приняли решение с 1 сентября увеличить еще на 5% заработную плату педагогам средних образовательных учреждений. Но именно гарантированная часть оклада. 5% именно оклада. Сегодня в области более 300 миллиардов инвестиций. В основном это предприятия нефтехимии. Мы начали закупку оборудования для поликлиник, в первую очередь для детских поликлиник. Оборудование сейчас будет более 150 единиц. Это рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, эхо-кардиографы. Во время поездки в Омск президент также возложил цветы к памятнику актеру Михаилу Ульянову, уроженцу этих мест. Монумент, к слову, открыли на днях. Александра Черепнина, Дмитрий Попков, Анатолий Тюркин и Екатерина Яровенко. Первый канал.